Всем привет! Посмотрел две части Человек Земли. Хотел бы поделиться своими впечатлениями. Фильм довольно таки старый, первая и вторая часть, но я не сталкивался с ним, хотя я люблю такое направление, как это для себя трактую. Это такая альтернативная научная фантастика, когда исторические факты трактуются без каких-то особых научных доказательств, научных обоснований, а просто создается такая определенная версия, что а могло бы быть и так. И в данном случае здесь такая смесь идет фэнтези и философии. Берется отдельно взятый человек, который теоретически живет с начала зарождения Земли и обладает определенными качествами, что он не стареет там после возраста 35 лет и ну серьезная там болезнь и вирусы его не берут и поэтому он уже там живет 14 тысяч лет. Это фантастический момент, на этом он заканчивается. Дальше начинается чистая воды философия, вот за что я люблю вот эту научную фантастику, это я люблю. Значит теоретически он проживает жизнь параллельно со всеми великими людьми, которые прошлого проживали там Ван Гох, Будда, Кришна и как он себя позиционирует, он говорит, что он был как бы Иисусом Христом и он христианство внес и дальше было не воскрешение, а просто была регенерация его организма такая способность и ему пришлось уйти, чтобы уйти от преследование. И в дальнейшем он проживает еще много-много-много веков, набирая жизненного опыта, ему приходится каждые 10 лет менять среду обитания, место свое, потому что люди видят, что он не стареет, начинают задавать вопросы, он уходит и основной его как бы специализация это преподавание религии, то есть то фактически чем занимался Иисус в те времена, здесь он проповедник в наши времена, только его проповеди это преподавание в университетах, то есть и в первой и второй части он, ну как бы это идет его откровение, но если первая часть заканчивается очень интересно, где он встречается со своим старым сыном, который уже очень постарел, то вторая часть, здесь уже выдвигается другое философское направление, возможно он и не Иисус, а возможно он антихрист или возможно он вообще дьявол, да, то есть новое веяние. Мне нравится такое направление чем? Что когда ты смотришь такой фильм, всегда возникает такой вопрос, а почему бы и нет? Почему? Нельзя ничего отрицать на сто процентов, то есть а вот так могло бы быть, а почему бы и нет? А вот так, ну и так, а почему бы и нет? То есть есть постоянная почва для каких-то размышлений. Аналог этого мне еще нравится, вот фильм о чем говорят мужчины, где идут одни разговоры, но это почва для размышлений. Они о сложном говорят юмором, о каких-то глобальных проблемах они говорят шутками, но они этим моментом решают их. Так и здесь, кто любит пошевелить мозгами и пораскинуть так, а вдруг, а вот, вам очень зайдут обе части, причем я смотрел их сразу, когда идет накатом, совсем другое, более приятное восприятие. Еще один фильм, который я вам рекомендую к просмотру. Напоминаю, человек с земли. Две части. Смотрим хорошие фильмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ака